Друзья, прежде чем мы приступим к ролику, я хочу вас попросить нажать лайк, поставить класс этому видео, если по итогу вам не понравится, то уберете или поставите дизлайк, написать комментарий в поддержку канала, потому что сейчас с этой платформой намного сложнее работать, а мне хочется все-таки, чтобы мой канал продолжал жить. И если вам полезно то, что я делаю, пожалуйста, поддержите меня и мы с вами приступаем. Здравствуйте, дорогие зрители, уважаемые родители, мы сегодня с вами продолжаем тему кризисов детского возраста и сегодня время поговорить о кризисе трех лет. Кризис негативизма его еще называют и мы, как обычно, постараемся с вами все по полочкам разложить. Мы так делали с вами с кризисом первого года жизни, который называется кризисом границ и мы с вами говорили о том, что в этот момент ребенок начинает осознавать себя отдельным телом, отдельным организмом. А вот в кризис трехлетнего возраста ребенок начинает себя ощущать отдельной личностью и это сопровождается определенными моментами, которые, естественно, являются закономерными. Какими моментами? Негативизмом, противостоянием, когда ребенок начинает вам перечить даже в самых таких обычных вещах, даже в тех вещах, которые вы думаете, ну здесь-то что? Ну тут что на ровном месте? Ну ты же хочешь есть. И он понимает сам, что он хочет есть. Но вот если именно вы его позвали, то он скажет, я не хочу. И если хочу, то не то, что ты мне говоришь, а то, что я там себе придумал. Почему это происходит? Дело в том, что у ребенка созревает психика. Ребенок начинает чувствовать себя отдельной личностью. И так уж устроена наша психика, что мы себя можем почувствовать отдельным человеком, отдельной личностью, только тогда, когда мы чему-то противостоим. То есть вот у ребенка, у маленького, у него срабатывает такой момент, что если я с мамой сейчас соглашаюсь, то меня как будто бы в этом решении нет. То как будто бы это все мама. У меня нет, я не существую в этот момент. И поэтому мне нужно сделать так, как мама сказала, но наоборот. Именно тогда я могу почувствовать, что вот это я. Вот это я решил. Вот это мое уже мнение. Вот это я так сказал. И когда вы понимаете природу вот этого кризиса, природу вот этого негативизма, вам проще с этим работать. Причем очень важный момент. Ребенок так себя ведет именно со значимыми взрослыми. То есть он может быть в садике, где-то с няней, еще с кем-то, с другим человеком идеальным. Вы можете забирать ребенка из садика, и он будет просто, это ребенок ангел. Все делает, такой послушный, все выполняет, такой организованный. Но из садика вы забираете монстра, потому что именно на вас он вывалит все. Почему? Потому что когда он находится где-то в казенном месте с другими взрослыми, он не ощущает угрозу своей самости. Потому что эти взрослые, когда человек уже начинает воспринимать других людей немножечко как функции. И они понимают, ну как бы они ко мне не имеют никакого отношения, и нет смысла мне там вот себя показывать. Я должен себя показать именно с тем человеком, от которого мне нужно сепарироваться. А сепарироваться мне нужно от мамы. И кризис трехлетнего возраста, как правило, он длится несколько месяцев. И затягивается он, бывает, да, там на полгода, у кого-то на год, у кого-то до семи лет дети в этом кризисе пребывают. Он затягивается искусственно. Если только вы не даете ребенку две вещи. Не даете необходимый уровень сепарации самостоятельности по возрасту. И не даете необходимых навыков по возрасту. Еще кризисные моменты часто затягиваются, если у ребенка есть задержки. Задержка речевого развития и задержка психического развития. Потому что, когда мы говорим все-таки про детей с задержками, и они не переходят на нужный уровень агрессии, на нужный уровень агрессии, да, почему? Например, у ребенка с зареер, задержка речевого развития, у него будет кризис более пролонгированный. Возникает это потому, что у меня должна появиться уже агрессия вербальная. Но для того, чтобы у меня вербальная агрессия появилась, для того, чтобы я мог на словах выражать, у меня для этого должен быть определенный словарный запас. Если у меня этого словарного запаса нет, если я только в три года заговорил, но при этом мой мозг, остальная часть моего мозга, да, моё психическое развитие уже находится на стадии сепарации, а речь запаздывает, то тогда я буду в этом кризисе пребывать дольше. Потому что мне нет нужного инструмента. Да, поэтому, когда мы говорим про детей с задержками, естественно, у них совершенно по-иному проходят вот эти вот моменты с ростом агрессии. У нас же кризис, он завязан еще на две вещи. То есть, с одной стороны, у меня как раз развивается мой мозг, у меня созревают полушария, межполушарное взаимодействие, проходит процесс семейленизации, и мой мозг подает мне сигналы, что пришла пора сепарироваться, да, пришла пора отстаивать себя, свое я. Мы сейчас тоже об этом поговорим. А с другой стороны, я прорабатываю еще свои возрастные страхи, у меня меняется уровень агрессии, у меня агрессия должна переформатироваться с инструментальной как раз на вербальную. И все это происходит, если как раз ребенок развивается нормотипично, да, вот таким образом. И что нам нужно для того, чтобы мы не затянули ребенка в кризисе самостоятельно? Потому что, когда ребенок до 4 лет, вот вы знаете, смотрю же, да, ролики разные. И есть ролики, которые зрители называют противозачаточными, потому что то, как ведут себя на этих роликах родители со своими детьми, насколько они позволяют детям задерживаться в кризисах, насколько они позволяют своему трехлетке не терпеть вот эту вот фрустрацию, не переносить свои эмоции, не работать со своими эмоциями. А только родитель идет на поводу этих эмоций. Вот сидит там ребенок и начинает ныть. Ты мне неправильно подала сырники, нужно было размазать, ты не размазала, ты перемешала, ты не то дала, ты так далее. И вот мама сидит и идет на поводу у всех этих истерик. Вместо того, чтобы эту истерику прекратить, это в силах сделать родитель. Если он выстраивает границы, если родитель понимает, что в каком периоде у ребенка происходит. Итак, поехали. Что нам нужно сделать? Первое. Вы отслеживаете навыки самостоятельности у своего ребенка. Вы смотрите, что ему уже доступно по возрасту. Мы об этом с вами говорили. У меня есть прекрасная серия вебинаров. Маршрут развития ребенка. Там есть шкала навыков, там все расписано. Это тот вебинар, который вам нужно приобрести один раз на всю жизнь, и вы сможете самостоятельно выстраивать маршрут развития своего ребенка абсолютно в любом возрасте. То есть вы там просто заполняете бланк, ставите необходимые галочки, прописываете, все, у вас маршрут уже развития построен. Несмотря на то, сколько вашему ребенку лет. Один год или десять лет вы сможете это сделать вполне самостоятельно. Так вот, вы отслеживаете навыки ребенка. Насколько он может самостоятельно поесть, умыться, почистить зубы. Я вам напоминаю еще тот момент, что после трех лет мы перестаем ребенка мыть. Единственное, что допускается, это мыть волосы девочкам. Длинные волосы мы еще помогаем девочкам промыть. Но в целом, после трех лет ребенок совершает гигиену полностью самостоятельно. После трех лет ребенок начинает полностью самостоятельно вытирать свою попу после того, как он сходил в туалет по-большому. Потому что это и завязано и на сексуальном воспитании, и на понимании у ребенка границ его собственного тела, и на навыках самостоятельности. Ребенок самостоятельно одевается, ребенок может самостоятельно употреблять разную пищу. И мы постепенно приучаем ребенка еще и к самостоятельной игре. Если до трех лет сделать это крайне-крайне сложно, получается у кого-то 5 минут, у кого-то 10 минут, если мы не говорим про планшет. С планшетом ребенок может и час просидеть или перед мультиками. А когда мы говорим именно про самостоятельную игру? Первое, что вы делаете, вы отслеживаете навыки самостоятельности. И если вы понимаете, что, например, в вашем дне у вас есть возможность либо поиграть с ребенком развивашкой, позаниматься, либо позаниматься с ним чем-то в быту, вот вы делаете акцент на быт, потому что это принесет гораздо больше плодов. Если вы понимаете, что у вас ресурсы больше не хватит ни на что, либо я буду с ребенком, там, не знаю, готовить, мы вместе будем лепить пельмени, либо мы с ребенком будем вместе убираться, либо мы с ребенком будем вместе, потому что это дольше по времени, да, вот когда вы с ребенком, например, выгружаете посудомоечную машину или стиральную машину и вешаете все на сушилку, это дольше по времени, чем если вы сделаете это самостоятельно. Но если у вас стоит выбор, я могу сделать что-то одно, потому что я много работаю и у меня нет больше сил ни на что, то тогда вы отдаете предпочтение именно бытовому навыку. А развивашку оставляете, например, развивашки оставляете на выходные. И вы тогда в течение вот этих вот будних дней, когда вы работаете, когда у вас меньше времени, вы занимаетесь развитием через быт, через организацию именно своей бытовой жизни, чтобы ребенок становился более самостоятельным в быту с каждым разом. И это будет снимать тревожность у ребенка. И чем больше ваш ребенок может делать что-то самостоятельно, да, вот я самостоятельно могу подойти, включить свет в ванной, в туалете, пододвинуть ступеньку или достать ступеньку из-под раковины, встать, помыть зубы. Я могу это сделать самостоятельно. Я могу сам достать свою пижаму, могу сам переодеться, могу сам подготовиться к сну. Чем больше ребенок умеет самостоятельно делать, тем, соответственно, у него меньше причин вам противоречить, потому что я сам. Второй момент, да, вот мы сказали про навыки. Второй момент, личные границы. Личные границы должны в три года расширяться. То есть у нас чаще всего родители совершают ошибку следующую, что они ребенку до трех лет позволяют абсолютно все, а после примерно трехлетнего возраста начинается, ты это не должен, сюда не лезь, это не делай. И ребенку это крайне тяжело, потому что границы работают иначе. Ребенок маленький и границы у него маленькие, да. Ребенок становится старше и границы у него постепенно расширяются. Что значит для нас границы прежде всего в кризис трехлетнего возраста? Это то, что у ребенка появляется больше моментов, которые он может решить самостоятельно. Даже если вы будете предоставлять ребенку выбор без выбора, выбор между чем-то, какой-то ложный выбор, это все равно будет работать на расширение границ. То есть вы ребенку предоставляете возможность выбрать, в чем он пойдет. Но он выбирает из того, что вы уже отобрали, да. То есть если вы смотрите по погоде, что нужна кофта с длинным рукавом, тогда вы говорите, вот можно джинсовку, а можно вот эту кофту. Лучше безможно, а просто ты что наденешь на себя, там прохладно, джинсовку или кофту. Вот эти кроссовки или вот эти кроссовки. Ты возьмешь с собой что-то на улицу, там, не знаю, машинку или, не знаю, лопатку. Что ты с собой возьмешь? То есть вы даете ребенку как можно больше сделать выбор. И когда, например, мы говорим про прием пищи, то вы ребенку даете выбор, тот, который вы считаете, который для вас допустим. То есть если у вас есть выбор, например, что съесть на ужин, суп или, не знаю, что-то второе, да, то вы тогда так ребенку и говорите. Ты можешь сейчас пообедать макаронами, а поужинать супом или наоборот, что выбираешь? Да, если у вас есть возможность дать этот выбор, вы даете, но ребенок не может выбрать, а есть мне сейчас или нет. Ребенок не может выбрать, заходить нам после прогулки в магазин или не заходить. Ребенок может выбрать только то, а где мы будем гулять? Мы пойдем с тобой сегодня в парк или у нас во дворе, а мы в нашем дворе погуляем или в соседнем. Да, вот это он может выбрать, пожалуйста, это его зона ответственности вполне может быть. Но там, где не ответственность ребенка, вы эту ответственность на ребенка не перекладываете. И несмотря на то, как бы ребенок там не противился, не возмущался, не кричал, вы делаете так, как нужно вам. Это очень важно, потому что ребенок должен пережить эти моменты. Ребенок должен знать, что такое слово «надо». Ребенок должен знать, что такое слово «нет». И ваше «нет» не должно превращаться в «да». Тут есть оговорочка такая, что мы слово «нет» стараемся говорить как можно реже и используем его именно тогда, когда это реально «нет». Если вы понимаете, что нежелательно, то тогда скажите другими словами. Потому что если вы понимаете, что сейчас ребенок устроит истерику, и вы все равно пойдете у него на поводу, лучше слова «нет» не говорить. Лучше предложить вариант. Давай лучше вот так сделаем. А давай лучше вот это. А может быть вот это? Ну и там, соответственно, если ребенок не выбирает, то вы тогда идете у него на поводу, но при этом вы не уронили свой авторитет, потому что вы и не отказывали ему. Вы просто предложили альтернативу. Ну не согласился и не согласился. То есть у ребенка должна появляться возможность выбора. И смотрите, когда мы, например, говорим о том, что вы зашли с кем-то в подъезд. И когда вы, например, вдвоем, ребенок всегда нажимает на кнопку самостоятельно. И вот если вы зашли в подъезд, и на кнопку нажала какая-то тетенька или какой-то дяденька, то вы просто своему говорите ребенку «да». Когда есть еще люди, у них тоже есть свои желания. Мы с тобой, я могу тебе уступить. Можешь поорать, поплакать от обиды. Тебе обидно, тебе неприятно. Но мы не будем ждать второго лифта. Мы не будем ждать третьего лифта. Потому что тебе нужно нажать на кнопочку. Но вы можете зайти в лифт и сказать, можно мой ребенок нажмет на этаж. Если вы понимаете, что там тетеньке на тот же этаж нужно ехать, что и вам. Понимаете? Но если вы будете всегда идти на поводу, что ребенок не нажал на кнопку домофона. У ребенка там еще что-то не произошло. Он хотел сделать это сам, но это сделал кассир на кассе. Если вы будете постоянно подстраивать все для того, чтобы ваш ребенок лишний раз не всплакнул, он у вас будет плакать и истерить регулярно на протяжении и трех лет, и четырех лет, и пяти лет. Есть условия, в которые не предполагают того, что будет все по-твоему. И это очень важно осознавать. Есть правила, которые нужно соблюдать. И мы здесь переходим с вами к третьему моменту. Про кризис трехлетнего возраста. Что очень важно вводить. Если вы еще не ввели до, то мы говорим о том, что обязательно у нас появляются игры с правилами. Это настольные. Первые настольные игры. Если вы там не вводили еще, например, в два года первые настолки, какие-то ходилочки, бродилочки, то у нас обязательно появляются именно настольные игры. Не просто развивашки, где вы даете ребенку задание, а игры с взаимодействием, в которых важно соблюдать четкие правила. И вы сначала эти правила рассказываете, даете, и у вас появляются игры, в которые нельзя никак играть, кроме как по правилам. Если мы говорим, например, про личные игрушки ребенка, то хочет он машинку так играет, хочет вот с этой развивашки, которую вы уже прошли, он может играть по-своему, заниматься так ему, как ему нужно, заниматься с этой игрушкой. То вот в три года очень важно, чтобы появились игры, в которые вы играете только так и никак иначе. Если ребенок саботирует правила, игра убирается, достается на следующий день, и вы говорите, я буду ее доставать, пока мы не научимся с тобой играть по правилам. Каждый день я буду ее доставать. Да, и вы ставите ребенка перед фактом. Очень важно научить ребенка играть по правилам. И здесь, знаете, какой момент работает? Курочка по зернышку. Постепенно. Если так получилось, что у вас ребенок совсем не сидит, все раскидывает, его невозможно ничем занять, то, и я очень часто говорю на этом канале, что вы просто повторяете, повторяете, повторяете и отслеживаете время. Так, сегодня ты выдержал 30 секунд. Отлично, записали. Идем дальше. Завтра ребенок выдержит 40 секунд, послезавтра 2 минуты. И постепенно, постепенно он вольется. Тут вопрос именно в вашей настойчивости, насколько вы готовы, насколько вы реально понимаете важность того, чтобы ребенок играл по правилам. Дальше. Четвертый момент. В кризисе трехлетнего возраста. Я не помню, говорила ли я об этом в кризисе первого года жизни. Наверное, нет, потому что эта информация к нему не имеет отношения. Ну и однозначно я это очень часто вам произносила на канале. Что важно сделать? Очень важно, начиная после двух лет, перестать говорить о себе и о ребенке в третьем лице. То есть, если вы, например, сидите, ребенок вас ударил, обидел или еще что-то, вы не говорите про себя. Маме больно. Мама обиделась. Мама устала. Да, там сыночек, мама устала. Доченька, маме некогда. Ребенок? К трем годам должен дозреть интеллектуально для того, чтобы использовать местоимение. И мы можем ему в этом помочь. Почему очень важно использование местоимений? Потому что в этот момент ребенок как раз начинает чувствовать свою личность еще и на словесном уровне. Потому что я могу про себя сказать «я», ты можешь про себя сказать «я», она может про себя сказать «я». И ребенок начинает понимать, что у нас у всех есть что-то такое, что мы можем назвать «я», что я вот существую. Поэтому очень важно и про себя, и про ребенка перестать говорить в третьем лице. И, например, когда вы там смотрите совместные фотографии, листаете альбом, или показываете ребенка его с телефона, вы уже не говорите «Саша побежал», «Ой, Саша, смотри-ка, как Саша хорошо играет». Нет, как ты хорошо играешь, как ты вот это сделал. Вот это я, а вот это ты, а вот это папа и так далее. То есть мы начинаем ребенка постепенно на уровне интеллектуальном уже приучать к тому, что есть я, есть ты. И мы перестаем говорить о себе в третьем лице. Потому что на самом деле для ребенка, который начинает дозревать до того, что он начинает чувствовать себя отдельной личностью, для него это очень странно звучит. То есть вот сидит моя мама и говорит «Мама расстроилась». Так, подожди, а мама разве это не ты? То есть ты расстроилась, да? Вы говорите «Я, я твоя мама, я расстроилась». Не путайте ребенка, начинайте говорить уже правильно. Если до двух лет это допустимо, то после двух лет лучше вот этим вот не баловаться. Дальше, следующий момент. Внутривидовая агрессия у нас заложена эволюционно. И в этом возрасте может как раз у ребенка усилиться что? Какая-то жадность, какая-то нетерпимость. И вот это вот «моё, моё, моё». И вот здесь нам тоже очень важно выстраивать границы. Вы должны пояснять ребенку, что есть его вещи, есть мои вещи, есть общее, то есть то, чем мы можем пользоваться вместе. И определять правила пользования. Ну, кому сейчас нужнее, там тот, например, и пользуется. Или вы договариваетесь, если там братики и сестренки есть, то вы между собой договариваетесь, кто какими вещами пользуется. Но обязательно в этом возрасте формировать представление о личных вещах. И у вас должны быть вещи, сейчас я вам дублирую немножко информацию с вебинара про границы, потому что мы там как раз абсолютно все вот эти моменты с границами разбирали. Почему это важно? У вас должны появиться вещи, у вас лично, как у родителей, которые ребенок трогать не может. Без вашего разрешения так точно. Потому что он должен понимать, что есть и вы вещи ребенка, не трогайте без его разрешения. Это тот момент, если вы понимаете, что ребенок у вас интеллектуально нормотипичен, если он разговаривает уже, если вы уже начинаете выстраивать первые диалоги, то вы уже говорите, можно взять твою игрушку, можно вот это сделать. И то же самое вы требуете от ребенка. Это тот возраст обязательно, когда на родительской спальне, если у вас разные комнаты, появляется замок, чтобы ребенок не застукал вас ни за чем. И это тот момент, когда вы начинаете ребенка учить стучаться, если у вас закрыта дверь. Это тот момент, когда прекращается совместный сон, если у вас был совместный сон. Потому что 3 года, либо там, например, если ребенок под утро к вам приходит, то вы выстраиваете четкое правило, что если уж он приходит под утро досыпать, а вы не в состоянии его в этот момент провожать обратно, то он приходит со своей одеялкой. Никаких лежаний под общей одеялкой, если вы в пижамах, если вы в относительно такой открытой одежде. Границы. Личные вещи. Очень важно, чтобы, мы с вами говорили, чтобы были вещи, которые ребенок не имеет права трогать. Очень важно, чтобы вы могли отстаивать, например, если вы разделили яблоко на три части, и вы говорите, вот это моя, вот это твоя, вот это папина. И если ребенок свою съел, а вы свою не съели, опять же, это сейчас не про жадность, но периодически очень важно так делать. Понятное дело, что мама хочет все отдать своему ребенку, все самое лучшее, но периодически очень важно говорить, нет, это моя, это моя конфетка, я ее съел, когда вот у меня будет, не знаю, 5 o'clock. Я сяду пить чай, чаек, кофеек, и я ее тогда съем, я тебе не дам, это моя. Нас с тобой угостили поровну, ты свою съел, это мое. Как бы вам не хотелось отдать. Иногда можно отдавать, но в целом ваш ребенок должен понимать, это очень хорошая профилактика воровству, это очень хорошая профилактика того, что ребенок берет чужие вещи и дает свои. Да, вот когда, давай поменяемся с тобой на улице, на, надевай мои ботинки, а я твои, давай будем пить все в десятером из одной бутылки и так далее. То есть ребенок должен тоже понимать ценность вещей, и это все закладывается как раз в кризисе трехлетнего возраста. То есть, например, семилетнему ребенку это уже сложнее объяснить, если это не объяснено до. Семилетнему ребенку уже сложнее сказать, да, ну то есть вы уже скажете, конечно, что нельзя воровать деньги у меня, сбрать деньги из моего кошелька, нельзя брать телефон без разрешения, нельзя еще что-то делать. Но понимание будет совсем иным. Это будет работать как запрет, это будет работать как наказание, как еще что-то. А в три года, если вы формируете такие вещи, они просто будут как должное. Что есть мое, а есть не мое. Брать нужно с разрешением. Я отстаиваю границы своего тела, я не даю никому пить из своей бутылки, потому что это негигиенично, расчесываться своей расческой и так далее. Ну какие-то вещи, которые для вас, например, там важны и критичны. Дальше. Следующий момент, про который мы еще с вами не поговорили. Следующий момент. Иерархический инстинкт. Это тоже такая наша абсолютно базовая настройка. Это тот момент, когда ребенок может начать, грубо говоря, мериться своими органами. Мальчик с папой, девочка с мамой. Например, девочка может начать бороться с мамой за внимание папы. Соответственно, мальчик тоже борется с папой за внимание мамы. И у них начинается вот такое противостояние, когда ребенок не дает маме и папе быть вместе. И вот здесь очень важна реакция обоих партнеров. Как вы на это реагируете? Потому что вы должны показать своим детям, кто здесь главный звучит грубо, но вы должны показать своим детям их место в семейной системе. Потому что есть мы, два партнера, которые приняли решение, что у нас будут дети. И вы наши дети. Мы сейчас за вас отвечаем. Мы сейчас за вас принимаем часть решения. И вы дети. Вы не можете быть с нами на равных. Ты не можешь, да, вот сыну вы говорите, ты не можешь вот так вот конкурировать с папой. У меня есть муж и есть сын. И вы выполняете разные роли. Очень часто у нас мамы, например, начинают что делать? Ребенок ставится в культ. Да, в такую... Очень часто мамы что у нас делают? У ребенка такое, формируется культ личности. И папа пусть он и стоя поест, и с другой тарелки, потому что так ребенок решил. И мороженое мы ему не дадим. То есть если мама начинает папу чем-то отделять, обделять в угоду ребенку, вот папа выбрал такой фильм для просмотра. И мы вообще у нас взрослый сейчас просмотр. Ну вот ребенок топнул ножкой, и папа отодвигается на второй план. Вот это сделать категорически нельзя. То же самое с девочками. Если, например, девочка папкина принцесска, то мама должна быть папиной королевой. Понимаете? Это нельзя менять местами. Когда я для дочки все, а жену на второй план. А жена обойдется, а жена подождет. Когда дочка у меня это мой идол и кумир, а жену я буду там унижать, обделять опять же еще чем-то. То есть ребенок все равно должен чувствовать иерархию. Что мы с партнером, да, мы там с твоим папой или с мужем, да, если у вас другой муж, не отец семьи, то вот у нас есть вот эта вот пара. Вы результат наших отношений. Вы не можешь, ты не можешь мне заменить папу, а там, не знаю, дочка не может заменить папе жену. Вот это очень важно отслеживать. Это тоже мы с вами будем касаться вот этого момента больше в сексуальном воспитании семьи, потому что здесь очень много именно непосредственно информации из сексологии. Где это будет? Это будет на Бусти. Я открываю сейчас Бусти, вот эту вот платформу для поддержки авторов. И там каждый месяц будет новая тема. У нас в сентябре это будет мотивация, октябрь мелкая моторика, ноябрь не помню какую тему выбрала, а вот декабрь сексуальное воспитание. То есть там будет один ролик в неделю, итого четыре ролика, посвященные одной теме. Ноябрь не помню, что я там выбрала. Тоже какая-то очень важная тема. В общем, это все будет на Бусти, скоро информация появится. Итак, да, то есть мы следим за тем, чтобы ребенок занимал свое место в иерархической системе семьи. Мы понимаем, что это ребенок. Он не пуп земли. Он результат ваших взаимоотношений с партнером. И последнее, что мы говорим про кризис трехлетнего возраста. Даже здесь два у нас еще момента будет. Момент с играми. Трехлетний период – это момент, когда у вас должна прям процветать именно сюжетно-ролевая игра. Это тот момент, когда ребенок уже прекрасно чувствует, когда с ним занимаются развивашками, а когда с ним реально играют. И как бы вам не хотелось. Ну, если у вас есть возможность это делегировать, папы очень часто с удовольствием играют, потому что у них, как правило, есть вот эта детская тоже непосредственная часть. И она у них, как правило, чаще развитая, сильнее, чем у женщин. Почему? Потому что у женщины слишком много забот. Мы живем в режиме многозадачности. И ты, когда садишься играть с ребенком, что ты впервые... Вот я просто сама по себе знаю. Я сажусь играть с ребенком, и я вижу, так, там пыль, тут вот это сделать, это надо переставить, вот это нужно перестирать. Так, а я машинку запустила, а у меня там... А что мы сегодня будем есть? Мне тяжело расслабиться, как женщине. Мужчинам расслабиться проще, особенно если они не занимаются бытом. Там, у-у-у, все, поехали. У них игры будут более живые. Ну, так устроено, да? Нам тяжелее быть легкими, потому что у нас жизнь более многозадачная у женщин. Нам тяжелее переключиться. Но что очень важно понимать, как бы вам ни хотелось, но нужно играть с ребенком в сюжетно-ролевые игры. Можно даже по таймеру. Вот я всегда рекомендую, если уж прям совсем лень и тяжело себя заставить играть в парикмахерскую, в магазин, в пожарку, там еще что-то, в полицейские машинки. Неважно, какой вы там сюжет выбираете. Ставьте себе таймер. Играем ровно 20 минут. И вы понимаете, что время конечное. И вы сможете более-менее расслабиться. Вы прям все. Я ни о чем не думаю сейчас, в ближайшие 20 минут. Я прям играю. Почему очень важно? Потому что ребенок, если он играет только со сверстниками, со своими, ему очень сложно усложнять сюжет. А интеллектуальное развитие ребенка чем проверяется? Чем сложнее у ребенка сюжетно-ролевая игра, тем выше у него интеллект. Потому что если у ребенка вся сюжетно-ролевая игра скатывается к тому, что нужно что-то разбить, что-то сломать, что-то крушить, то это будет говорить о том, что у ребенка достаточно скудно развивается непосредственно интеллектуальная деятельность. Именно сложность сюжетно-ролевой игры влияет на развитие мозга в целом. И вот эта вот фантазия, когда вы помогаете ребенку добавить какие-то истории в сюжетную игру. Потому что у вас больше опыта, вы больше знаете, вы больше видели. Вам вообще, по идее, должно быть проще разнообразить сюжетно-ролевую игру ребенка. Очень часто дети берут сюжеты из мультфильмов, из книг. Вот давай отыграем вот эту сценку, а давай вот это сделаем, а давай как в том мультике, а давай как в той книжке. Это тоже все очень хорошо сказывается. Но вы именно тот человек, который может контролировать, чтобы игра постепенно усложнялась, чтобы ребенок не просто крушил там башни, а чтобы у нас была какая-то история. Что еще хорошо помогает? Когда вы с ребенком изучаете жизнь социальных объектов, что делают в больнице, что делают пожарные, как работают полицейские, как работают врачи, как работают парикмахеры. Почему очень важно, мы с вами говорили, начиная с двух лет, учить профессии? Потому что это как раз вот этот вот задел на качественную сюжетно-ролевую игру. Это то, на что мы обращаем внимание. И вот теперь последнее, о чем мы должны с вами поговорить, что в этом возрасте мозг приучается к дофаминовым реакциям. Вот то, на что я подсажу свой мозг в этом возрасте, то и будет приносить мне удовольствие. И поэтому вот в кризис трехлетнего возраста мы активно следим за тем, чтобы у ребенка было как можно меньше быстрого такого легкого дофамина. То есть, когда мы... Естественно, мы сейчас говорим про гаджеты и про мультфильмы, в которых, знаете, очень много всего происходит. Такая резкая смена. Тут музыка, тут огни, тут еще какая-то движуха, и все-все-все-все-все-все меня затягивает. Игры онлайн. Мы смотрим на то, что если вы даете ребенку планшет поиграть, мы смотрим на то, чтобы это была некая монотонная игра. Разгадывать карточки, раскраски на планшетах. То есть, вместо того, чтобы ребенок делал какие-то быстрые движения, если вдруг вы уже на такие игры подсадили, нам нужно их удалить. Загрузите те игры, которые будут медленные. Вот что-то раскрасить, соединить пазлы, сопоставить картинки. Вот такие игры на планшете, они вполне допустимы. И когда у ребенка там, о, ты достиг такого-то уровня, ты вот это сделал, ты вот это вот сделал. То есть, отдавать тебе предпочтение играм, в которых есть какая-то награда за пройденный уровень. Потому что именно это будет приучать меня получать удовольствие от того, что я что-то сделал. Нет того, что мне тут перед глазами чем-то помахали, меня развлекли, я такой пассивный потребитель. А из-за того, что я там детали соединил, я там что-то сконструировал, я там что-то сделал. И вот, вот он результат. Это вот тот момент, когда, если вы что-то сделали с ребенком, какую-то подделку, на видное место, собрали свой первый какой-то конструктор, Лего Дупла, на видное место, ты посмотри, что мы тут с тобой собрали, чтобы ребенок начинал получать удовольствие от своих первых достижений. Потому что, опять же повторюсь, на что мы подсадим, к чему мы приучим получать удовольствие, от чего удовольствие ребенок будет получать, на то он и подсядет. И от этого будет зависеть и мотивация к обучению, и мотивация к знаниям, и все, что нам нужно будет потом вот в дальнейшей жизни. Поэтому, вот такая информация, да, на кризис трех лет. И следующая у нас с вами будет тема кризис социализации. Это 7-8 лет. Об этом будем говорить уже дальше, в следующих видео. Всем спасибо за просмотр. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки, писать комментарии в поддержку канала. Это очень важно. Пока.